приветствую мои хорошие в этом выпуске нлп подкаста мы с вами разберем огромное количество техник и упражнений которые вам помогут поднять свою самооценку и закрепить ее на здоровом и адекватном уровне поехали прежде чем начать разбираться с техниками и упражнениями я хочу чтобы вы запомнили одну простую вещь которая касается самооценки самооценка это то как я сам себя оцениваю и соответственно на вашу самооценку никто не может влиять кроме вас самих и это и хорошая новость а для кого-то и плохая хорошая новость в том что вы можете ее самостоятельно поднять если она у вас занижена и закрепить плохая новость заключается в том что многие люди которые считают что их самооценка зависит от кого-то другого немного разочаруются потому что ваша самооценка в ваших руках начнем с небольшой притчи у одного мастера было три ученика назовем их 1 2 и 3 и однажды мастер собрал своих учеников у подножья горы и говорит перед вами будет сейчас очень важное испытание мы пойдем поливать дерево мудрости но для того чтобы вам дойти до дерева мудрости вам придется пересечь вон ту большую гору и указал на огромную такую гору скалистую он сказал что дорога через эту гору будет занимать около 12 часов и еще после того как мы завершим переход через эту гору нам еще предстоит около 6 часов идти пешком по равнине к дереву мудрости и он сказал своим ученикам вам нужно взять с собой запас воды чтобы вам хватило напоить себя и чтобы вам хватило для того чтобы полить дерево мудрости а через 12 часов я буду ждать вас у подножья горы и дальше покажу вам дорогу собственно к дереву мудрости и перед учениками стала задача а сколько же воды с собой взять и они пришли в лавку к торговцу и торговец им предложил три бочки на выбор который можно повязать себе на спину и нести соответственно бочка маленькая средняя и большая первый ученик прикинул свои силы решил что он недостаточно крепкий недостаточно физически развитый и выбрал самую маленькую бочку и отправился в путь второй ученик прикинул что путь его будет длиться около 12 часов явно ему самому захочется пить и решил что возьмет среднюю бочку потому что большую он точно не донесет маленькой ему скорее всего будет недостаточно взял среднюю бочку и отправился в путь а третий ученик ничего не рассчитывал просто взял самую большую бочку и отправился в путь во время преодоления этого препятствия в виде горы стояла жаркая погода была засуха и первый ученик когда взбирался на эту гору начал испытывать чувство жажды и начал пить воду из своей бочки в итоге к подножию горы он спустился с пустой бочкой второй ученик тоже когда взбирался в гору начал испытывать жажду и начал потихоньку употреблять ту воду которую он нес и он спустился к подножию горы к своему учителю с половиной бочки третий ученик который взял самую большую бочку тоже начал испытывать жажду но бочка была настолько большая и тяжелая что пока он ее нес он надорвал себе спину растянул себе связки и спустился к подножию горы к учителю с водой с бочкой из расходов он воды немного но у него не осталось совсем сил и тогда он посмотрел на всех троих и первому ученику он сказал ты недостаточно рассчитал свои силы ты мог принести воды больше ты пришел к подножию с пустой бочкой и и соответственно ты не можешь дальше двигаться к дереву мудрости ты продолжишь свой поход в другой раз и отправил его обратно домой второму ученику он сказал ты очень здорово оценил свои возможности ты напоил себя ты полон сил и у тебя есть еще достаточно воды для того чтобы поливать дерево мудрости ну а третьему ученику он сказал ты перерассчитал свои силы да ты принес к подножию горы очень много воды но теперь ты сам не можешь двигаться к дереву мудрости поэтому ты продолжишь свое путешествие в следующий раз и со вторым учеником он отправился к дереву мудрости чему нас учит данная история а данная история как раз таки нам показывает как работает три самооценки как вы поняли у первого ученика была самооценка занижена он недостаточно верил в себя недостаточно верил в свои силы и предпочел взять меньше воды но как бы оставаться в безопасности и дойти до окончания первой половины препятствия второй ученик у которого была адекватная самооценка он рассчитал свои силы и взял еще воды для того чтобы добиться цель ну а третий ученик не рассчитал свои силы вовсе и просто надорвался какой мы можем сделать итог что здоровая самооценка она не только помогает нам достигать наших целей но и помогает в принципе доходить до нужной точке в нашей жизни в то время как завышенная самооценка когда человек переоценивает свои силы не приводит к хорошим результатам и заниженная самооценка оттягивает достижение нами наших же целей когда мы начинаем работать над собой в таких направлениях как нлп или в таком направлении как коучинг нам очень важно понимать конечный результат и прежде чем я вам расскажу первую технику первое упражнение я вам расскажу еще небольшую историю однажды я проводил тренинг это было живое мероприятие и на этом мероприятии была одна девушка которая во мне увидела наверно человека который что-то в этом понимает либо увидела во мне своего учителя и тренинг был длительный и каждый день по завершении тренинга она ко мне подходила и задавала всякие вопросы и и постоянно доставали клиенты звонили ей в десять вечера и в одиннадцать могли в час ночи позвонить и она очень сильно по этому поводу переживала она подошла у меня спросила а можно я у себя в ватсапе поставлю статус не беспокоить после 21 00 на что я сказал да конечно вы можете делать все что хотите это же ваша жизнь это ваше время затем она подходила с какими-то другими вопросами потом она подошла с вопросом что вы понимали она работает дизайнером дизайнером интерьеров и она говорит знаете я ставлю заниженную стоимость на свои услуги но понимаю что мои услуги стоят больше и можно ли мне поднять стоимость я говорю ну конечно можно если вы понимаете что ваша работа стоит дороже и наше общение с ней на этом не прекратилось тренинг уже завершился она попросила мой телефон и периодически мне там в ватсапе писала какие-то сообщения спрашивала можно ей что-то или не можно и тогда я порекомендовал ей сделать одно упражнение как вы понимаете все вопросы этой девушки они были связаны самооценкой кстати друзья ваш уровень заработка связан с самооценкой ваш уровень и количество свободного времени тоже связаны с самооценкой поэтому не игнорируйте это видео и досматривайте его до конца вы здесь получите огромное количество инсайтов какое же упражнение я ей порекомендовал вот теперь можете брать и делать упражнение предельно простое но как я говорил ранее нужно понять а чего я хочу и какому результату я хочу прийти ее формулировка была достаточно простая она действительно уже была достаточно хорошим специалистом но себя не ценила и ее цели были прям предельно такие знаете очень земные она хотела поднять стоимость на свои услуги и она хотела чтобы ее клиенты и и не беспокоили по ночам она действительно делала хорошо свою работу но в силу того что она себя не ценила она занижала скажем так свою планку и когда она определила кем она хочет быть и какой она хочет быть я и сказал с этого дня тебе нужно каждый день с собой здороваться и записывать это приветствие на телефон но здороваться не просто так а говорить в телефон здравствуй называешь свое имя и говоришь кто ты есть причем не кто ты есть сейчас а кто ты есть в своей картине будущего то есть упражнение такое вам нужно понять кем вы хотите быть каким вы хотите быть с какими людьми вы хотите работать ну и так дальше и и наговаривать свое видение будущего на телефон и так делать каждый день и она так делала каждый день в течение двух месяцев задание моё заключалось в том что я и сказал делаешь вот так каждый день проговариваешь свое конечное видение смотришь при этом в камеру и слушать это даже не надо смотреть это не надо и показывать это никому не надо надо лишь только проделать это ровно два месяца и я ее предупредил что тебе будет не нравится это делать ты будешь говорить о том какой ты крутой дизайнер с какими классными людьми ты работаешь о том что у тебя все нормально с тайм-менеджментом после 6 у тебя время для тебя и я ее предупредил что когда она будет это говорить что ей это будет некомфортно что ей это будет не нравится и так и происходило но я ее попросил просто механически вы не проделывать это упражнение в течение двух месяцев и через два месяца она не узнала саму себя и что произошло в ее жизни вы удивитесь она подняла свой чек она перестала отвечать на звонки своих клиентов после 6 часов вечера но самое главное не это она когда она поверила в себя когда она поверила в то что она действительно хороший ценный специалист она стала заявляться на всевозможные конкурсы и самое главное она стала выигрывать эти конкурсы причем очень даже интересные призы в первый раз когда она заявилась она на конкурсе дизайнеров и гей подарили за это графический планшет ну кто в теме дизайнерства то знать что это достаточно стоящий подарок там он наверно 4000 долларов стоит или что-то около эту на этом она не остановилась она стала заявляться дальше и она выиграла первое место на конкурсе дизайнеров и ей в подарок там на какую-то выставку организовали поездку в объединенные арабские эмираты на там какой-то крутой съезд дизайнеров поэтому очень рекомендую делать это простое упражнение если вы понимаете что вы себя недооцениваете если вы понимаете что люди вами пользуются если вы понимаете что другие вас недооценивают если вы понимаете что вы недостаточно называете стоимость за свою работу сформируйте свое видение будущего сформулируйте его в словах какой я человек через полгода к чему я стремлюсь и начните это себе наговаривать на телефон каждый день там в течение минутки или двух то есть начинайте утро с этого упражнения эти записи вам не нужно смотреть эти записи вам не нужно никому показывать а через два месяца вы сравните первую запись и последнюю и вы удивитесь что это будут два совершенно разных человека то есть вот это вот ежедневное повторение она во первых вас программируют на то что вы действительно такой человек а во вторых формирует вашу реальность вы будете тем человеком кем вы себя называете следующее достаточно простое упражнение для повышения своей самооценки тоже заключается в ежедневной встрече с собой я вам рекомендую на зеркале которые вы смотритесь каждый день написать несколько фраз первая фраза я достаточно хорош вторая фраза я люблю себя третья фраза я достоин всего что я захочу и каждый день утром когда вы смотритесь в зеркало вы видите свое лицо вам висит напоминалочка про эти три фразы и вам эти три фразы нужно просто проговорить вслух поверьте мне эти фразы очень сильно продвигают вы видите свое лицо вы видите себя и вы начинаете запоминать и осознавать что вы действительно достаточно хороши что вы любите себя и что вы достойны всего чего вы захотите делайте чем чаще вы это будете делать и каждый день тем быстрее ваша самооценка укрепиться и станет адекватным следующее упражнение которое поможет вам поднять свою самооценку и привести ее в условную норму это постараться избавиться от черно-белых тонов вашей жизни я сейчас поясню что это значит когда в вашей жизни происходит событие они связаны либо с вашей деятельностью либо с вашими взаимоотношениями с чем угодно вы можете впадать в крайности либо я должен делать все идеально либо я ничтожество я ничего не стою и это происходит в результате деления на черное и белое а вы можете выбрать некую нейтральную формулировку оценивая себя например я должен делать все идеально одна крайность вторая крайность я ни на что не способен я ничтожество серединка наши все цвета радуги разноцветная часть это когда вы делаете формулировку в неком сострадательном посыле к самому себе например я всегда стараюсь сделать как можно лучше но иногда я могу допускать ошибки я просто учусь и если вы начнете отслеживать у себя вот эти черно-белые крайности и будете находить для них нейтральные формулировки то ваш самооценка начнет автоматически выправляться попробуйте поработать с этим навыком это очень важная история которая вам помогает действительно расти и как известно самую адекватную обратную связь мы можем давать самому себе но мы очень часто опираемся на обратную связь от окружающего мира и эта связь бывает недостаточно адекватной и недостаточно конструктивной и в этом случае я вам предлагаю применить такое правило когда вы слушаете какую-то обратную связь вам нужно задавать себе вопрос я с этим согласен или согласна или я с этим не согласна это действительно так или этому человеку так кажется потому что людям свойственно ошибаться они могут на вас транслировать какие-то свои проекции когда вам человек говорит что-то не ресурсное что-то нехорошее то он скорее всего будет транслировать просто свое мнение но это ни в коем случае не должно влиять на ядро вашей личности и для того чтобы это преодолеть мне для вас есть классное ресурсное упражнение если вам человек действительно говорит что-то полезное интересное или конструктивное то вы можете его либо вслух либо мысленно поблагодарить спасибо тебе и обращу на это внимание я буду стараться это улучшить но когда вам человек говорит что-то заведомо неконструктивное используйте вот этот внутренний диалог я вам даю прям классную заготовку она заключается в том что вам внутри нужно проговорить фразу я отказываюсь сейчас принимать твои слова то есть если вы не согласны с некой обратной связью которую вам дают которая вас не устраивает она не объективно она не конструктивно вы просто мысленно проговариваете я сейчас отказываюсь принимать твои слова и все идете жить дальше вы мысленно отказались и тем самым вы по сути делаете такое контр внушение то есть вам внушают что с вами что-то не так вы мысленно в ответ ставите себе такую защиту я отказываюсь принимать твои слова все или можете использовать другую формулировку спасибо тебе за обратную связь но это не про меня тоже будет работать точно также следующий аспект который существенно может влиять на нашу самооценку и подрывать ее это когда мы себя сравниваем с другими причем мы себя сравниваем с сильно другими людьми и когда мы просматриваем соцсети каких-то известных интересных людей мы смотрим там на количество лайков количество подписчиков на уровень жизни там человек показывает свою красивую комнату квартиру свою красивую машину там и так дальше вот поверьте что не все так идеально мы когда показываем себя миру мы себя показываем с лучшей стороны я же вам в своих видеороликах не показываю как я там ковыряюсь в носу хотя я как любой нормальный человек могу это делать да или я вам не показываю каких-то других моментов которые ну не будут скажем так меня украшать и никто не показывает вам нужно вот это усвоить когда вам показывают какую-то сторону жизни вам действительно в этот момент показывают только одну лишь сторон жизни человека может быть там не знаю прекрасный быт прекрасные условия жизни но в отношениях допустим полный раздрай я знаю огромное количество случаев когда известные люди в медиа пространстве до в интернете они выглядят одним образом а за ширмой там обязательно очень много скелетов поэтому здесь очень важно избавиться от вот этой вот instagram зависимости я бы так сказал и перестать себя сравнивать с теми людьми смотрите всегда есть люди которые завидуют вашей жизни и если вы чьей-то жизни завидуете то очень рекомендую во-первых это расценить как сигнал что о я тоже так хочу но очень важно задать себе вопрос а какую цену заплатил этот конкретный человек за ту жизнь которую он живет и если с таким человеком вы пообщаетесь то вы поймете что у каждого человека есть и взлеты и падения у каждого человека есть и боль и разочарование и всякие другие вещи и вот это сравнение себя собой знаете есть замыленная фраза не нужно никого себя сравнивать кроме как с собой вчерашним и это спрак на фраза она достаточно справедливо в современном мире потому что мы все станка стартуем с разных условий и самое главное что то что мы видим на обложке не означает что это действительно есть то что есть внутри следующее упражнение которое вам поможет поднять свою самооценку это даже не упражнение это навык навык уметь отделить себя от своих навыков и способностей что это значит все дело в том что когда мы себя оцениваем по своим навыкам то у нас есть в голове такая конструкция это убеждение что если у меня что-то не получается значит я там к примеру плохой специалист давайте сейчас вот буду набрасывать если у меня не получилось меня смотрят мои коллеги коучи психологи если у меня не получилось помочь клиенту с одной сессии значит я плохой специалист отличное убеждение уж точно она не поднимая не помогает поднять свою самооценку более того такого рода утверждения о себе они у нас включают такие эмоции как стыд или вину то есть вы таким образом делая утверждение о себе вы сразу вызываете у себя скажем не самые приятные эмоции и чувства и от этого нужно избавляться нужно отделить свои навыки способности и поведение от своей личности как это делается если я что-то сделал некачественно это не значит что я плохой человек это значит что я недостаточно разобрался в теме следующий раз я сделаю лучше то есть мы здесь меняем саму по себе конфигурацию нашей лингвистической вот этой отметки лингвистической конструкции с помощью которой мы говорим о себе нелицеприятные вещи отделяем личность от поведения в 0 и даже есть такая пресуппозиция личности поведения это различные явления то есть это не я плохой специалист если вы будете говорить я плохой специалист вы будете свою самоидентификацию скажем так формировать в негативном ключе и вы действительно так будете считать о себе ваша самооценка от этого не вырастет и не станет адекватной а человек с адекватной самооценкой будет говорить да я допустил ошибку или я недостаточно качественно выполнил свою работу следующий раз я ее исправлю я нахожусь на пути ученика и вот очень важная история когда вы становитесь на позицию ученика и понимаете что вы не идеальны что вы не господь бог вы не все не сама вселенная и вам можно допускать ошибки вам можно делать какие-то грехи и это тоже окей это часть жизни причем самое интересное что чем больше и быстрее мы допускаем ошибок тем быстрее мы приходим к какому-то более качественному результат это тоже вот такая закономерность кто-то из великих людей говорил учитесь быстрее совершайте ошибки быстрее чем быстрее вы совершите все возможные ошибки тем быстрее вы научитесь делать правильно это очень справедливо поэтому отделяем себя от своего поведения отделяем себя от своих навыков и идем дальше следующий очень ресурсный навык это искусство маленьких шагов вы знаете что в жизни добиваются больших результатов тех кто идет медленно но продолжает идти и я сам регулярно сталкиваюсь с этой аналогии в своей жизни допустим когда я начинал ввести свой youtube канал на котором вы сейчас смотрите со мной начинали еще и другие люди другие эксперты и они как специалисты ничуть не хуже чем я но у меня сейчас такие результаты у тех ребят которые начинали со мной там результаты в несколько десятков тысяч раз меньше представляете все почему потому что я просто продолжал делать шаги и я вам очень рекомендую освоить эту тактику тактика заключается в том что в этой жизни побеждают те люди которые просто следуют к своей цели шаг за шагом вы можете даже при этом быть с заниженной самооценкой вы даже можете при этом не верить в себя но если вы будете выполнять ежедневные микроскопические действия по направлению к своей цели то вы в результате придете к этому это выигрышная стратегия просто некоторым людям всегда хочется все и сразу но и мне хочется все сразу поверьте мне но дело в том что есть реальность есть те вещи которые от нас не вполне зависят и мы постоянно вносим какую-то корректировку и когда вы научитесь делать маленькие шаги и вы будете понимать что допустим за год вы можете сделать такое-то количество действий если вы за год будете делать одно маленькое действие в день вы сделаете 365 действий но одновременно вы можете расстроиться и не делать ни одного действия вот от этого ваша самооценка не окрепнет чтобы окрепла самооценка нужно продолжать действовать это касается всего если вы занимаетесь спортом уделите одну минуту или две минуты на какие-то упражнения если вы занимаетесь созданием контента уделите один час на создание контента или полчаса то есть каждый день нужно что-то делать и когда вы освоите искусство маленьких шагов у вас автоматически будут в жизни растить результаты а когда у вас растут результаты то вы соответственно понимаете что у вас все хорошо когда вы понимаете все что у вас все хорошо то и самооценка ваша тоже вырастает в адекватный уровень здесь конечно можно запутаться в том что мои результаты могли бы быть лучше могли бы быть но это не работает когда мы говорим я мог бы это не работает это ну отрыв от реальности вот те результаты которые есть сейчас их надо принять а мог бы понимаете что если бы мог кто был то уже бы сделал поэтому просто маленькими шагами вы не поверите это напрямую не связано с какими-то там секретными проработками практических практик регулярные маленькие шаги укрепляют вашу здоровую самооценку следующее упражнение которое я вам рекомендую сделать для поднятия своей самооценки для ее возведения в уровень адекватный это умение оценить свои сильные и слабые стороны причем большинство людей когда делают некий такой свод анализ своей личности фиксируются на слабых и как бы стараются их улучшать но фишка в том заключается что у каждого из нас есть определенного рода идентичность и свой характер и конечно же у каждого из нас есть сильные слабые стороны ну допустим я очень слаб в написании текстов я как я считаю что достаточно хорошо умею разговаривать и объяснять сложные вещи простым языком это моя сильная сторона так зачем мне мучить себя и вкладывать много энергии для того чтобы научиться писать какие-то грамотные хорошие тексты есть люди которые это делают в разы лучше чем я если я лучше сконцентрируюсь на том что моя суперсила и моя способность в данном конкретном контексте это записывать видео то же самое у вас есть ваши сильные стороны и для того чтобы вам лучше сконцентрироваться на ваших сильных сторонах я вам предлагаю сделать небольшое упражнение прямо сейчас можете взять бумагу и ручку и записывать вместе со мной можете ставить это видео на паузу после того когда я вам озвучу что вам нужно будет выписать а потом включать и просматривать дальше итак первый пункт вы пишите пожалуйста на бумагу все те комплименты которые когда вы вы когда-либо получали в последнее время или намного раньше просто все комплименты все похвалы которые вы получали от разных людей что вы красивый что вы умеете разговаривать что вы умеете делать какие-то вещи у каждого человека есть что-то за что он когда-либо получал комплимент и сейчас вы можете поставить видео на паузу выписать это все а затем продолжим следующим пунктом выпишите пожалуйста на бумагу все проблемы которые вы в жизни решили у каждого из нас есть проблемы и затруднения или задачи и так или иначе мы их решали и если вы сейчас уделите себе достаточно времени для того чтобы вот провести вот эту саморефлексию то вы получите очень большой ресурс поэтому я опять же рекомендую берете списком записывайте все проблемы либо все задачи которые вы когда-либо в своей жизни разрешили прям просканируйте свою жизнь и запишите их вы когда будете писать и перечитывать это все вы получите огромный внутренний ресурс и будете понимать что вы действительно достаточно хороши что вам есть за что себя любить и что вы достойны всего что вы захотите дальше запишите тоже столбиком какую-то важную миссию либо какие-то важные задачи которые вы в своей жизни выполнили может быть вы написали книгу может быть вы родили ребенка может быть вы сделали что-то еще полезно не только для себя но и для других а может быть вы этим занимаетесь каждый день это тоже следует записать вот вы сейчас составляете свой ресурсный список на котором и стоит фокусировать свое внимание теперь запишите на бумаге какой-нибудь ваш жизненный опыт который вы получили благодаря какой-то неудачи но теперь об этом вспоминаете с улыбкой таких вещей тоже может быть несколько то же самое ставим видео на паузу потом продолжаем просмотр и последний пункт вы пишите те случаи где вы когда-либо кому-либо помогали и когда вы справитесь с этим списком вы можете продолжить просмотр этого видео мои хорошие если вы выполнили предыдущие упражнения и дошли до просмотра этого момента в этом видео то значит вы умеете работать над собой самостоятельно и вы хотите улучшать свою жизнь именно для таких как вы для тех кто не просто черпает информацию не просто смотрит контента для тех кто действительно пытается изменить свою жизнь к лучшему меня есть для вас невероятный просто бомбический курс нлп практик он записан в виде 100 видео уроков вы на него заходите вы начинаете просмотр видео уроков выполнения упражнений вы начинаете осваивать техники нлп техники общения техники управления собой техники гипноза техники изменения своих каких-то травмирующих ситуаций и это все дает невероятный ресурс для того чтобы записаться на этот курс есть ссылка в описании очень рекомендую перейти и ознакомиться там все намного детальнее там все намного подробнее и в том числе вы сможете найти там способы и решения которые помогут вам поднять свою самооценку почему я так говорю потому что наша самооценка она на самом деле складывается из многих параметров во-первых наша самооценка множественно и она в разных контекстах у нас бывает разное во вторых наша самооценка состоит из убеждений о себе на курсе но при практике вы тоже можете обрести техники которые вам помогут проработать свои ограничивающие убеждения и утверждения о себе третьих во многом наша самооценка зависит от нашей самодисциплины и очень здорово что на нашем курсе нлп практик у вас есть возможность корректировать свои привычки которые позволяют вам делать намного более структурно и системно какие-то определенные действия в общем я свою миссию выполнил я вас пригласил а мы продолжаем разбирать техники работы с самооценкой следующее упражнение которое вам настоятельно рекомендую выполнить точно также ставя это видео на паузу заключается в том что очень часто нас в детстве как говорится недолюбили и недостаточно нам говорили каких-то поддерживающих слов что мы молодцы что мы умнички что мы хорошие что мы классно и у многих людей и есть те слова которых им бы хотелось слышать особенно очень часто это проявляется в индивидуальной работе когда допустим супруга предъявляет мужу своему претензию что ты недостаточно часто меня хвалишь и не говоришь какая я хорошая а на самом деле претензия здесь идет не к мужу а допустим не проработанная какая-то часть этой девушки хотелось может быть чтобы ее отец хвалил там или мама чтобы ее хвалила в детстве и наши вот эти требования они иногда могут перебрасываться на других людей которые нам по сути ничего не должны и для того чтобы вот в этом аспекте себя исцелить есть очень классное упражнение вы берете лист бумаги и понимаете нам же не хочется слышать какие-то слова похвалы от каких-то разных людей нам хочется слышать слова похвалы и одобрения от тех людей которые для нас значим это близкие люди это наши супруги это наши родители ну и так дальше так вот когда вы взяли листок вам нужно записать все те слова которые вы бы хотели услышать допустим от мужа от мамы от своих детей там от коллег по работе вот в которых вы прям нуждаетесь может быть вы хотите что вам ваш начальник ваш за вас заметил и сказал какой вы классный специалист или вы хотите что ваш супруг или супруга сказали какой вы классный партнер по жизни и все эти слова надо зафиксировать прямо зафиксировать на бумаге а после того как вы зафиксируете на бумаге эти слова вам нужно начать эти слова говорить самому себе либо самой себе таким образом вы будете исцелять свою вот эту рану и будете переставать нуждаться в этих словах от других и тем самым вы исцеляете свою самооценку в том числе ведь когда вам не нужно ничего заслуживать когда вам не нужно становиться другим лишь бы вас похвалили либо сказали какие-то правильные слова то ваша самооценка автоматически вырастает поэтому очень рекомендую выполнить данное задание следующая техника и следующее упражнение потребует от вас возможно открыть для себя что-то новое и сейчас я говорю про самосострадание это не про жалость к себе а такую сама эмпатию и учеными установлено что когда мы можем проявлять к себе самосострадание это увеличивает нашу как производительность так и понижает нашу прокрастинацию и одновременно увеличивает наши творческие способности я думаю что вам действительно понравится это упражнение и назовем его самосострадание для того чтобы выполнить это упражнение вам нужно уделить для себя хотя бы 5 или 7 минут когда вы можете быть наедине с самим собой и первым шагом подумайте о той ситуации в которой вы испытываете затруднения и подумайте о той ситуации с которой вам нужно справиться вторым шагом примите позу которую вы назовете самосострадание обычно люди для того чтобы проявить к себе вот эту заботу и сама эмпатию и самосострадание занимают вот такую позу они устраиваются поудобнее откидываются на спинку стула и допустим кладут руку себе на грудь возьмите похожую позу и в этот момент скажите себе фразу сейчас мне очень тяжело это момент страдания это то время которое я выделяю себе для того чтобы пострадать затем сделайте несколько глубоких вдохов можем сделать это вместе и пока вы дышите постарайтесь осознать эти слова что сейчас у вас действительно есть несколько минут на страдания и на то чтобы вы понимали и осознавали что вам сейчас действительно очень тяжело продолжаем дышать а теперь скажите себе следующую фразу страдание это часть жизни другие люди испытывают то же самое и продолжайте дышать и в завершении этого упражнения скажите себе следующую фразу сейчас я буду добрым к себе сейчас я буду проявлять к себе ту доброту в которой я нуждаюсь продолжаем дышать и повторяем эту фразу еще несколько раз сейчас я буду добрым к себе и сейчас я буду проявлять к себе ту доброту который я нуждаюсь и после этого упражнения вам станет намного легче и те препятствия которые вам казались достаточно сложными они они будут вам казаться уже вполне преодолимыми потому что вы уделили некоторое время себе и человек со здоровой адекватной самооценкой периодически обязательно уделяет себе время и ни в коем случае не лишает себя этого времени и не отказывает себе в проявлении доброте к самому себе вот такое простое упражнение занимаем удобную позу кладем руку на грудь дышим принимаем что это момент страдания принимаем что вам сейчас очень тяжело дышим продолжаем дышать и проговариваем фразу страдание это часть моей жизни другие люди чувствуют то же самое продолжая дышать говорим себе фразу сейчас я буду добрым к себе я проявлю к себе ту доброту в которой я нуждаюсь все предельно просто переходим к следующему упражнению следующая техника с помощью которой вы можете существенно поднять свою самооценку это отказ от борьбы и практика принятия о чем здесь речь все дело в том что многие люди боятся своих негативных либо неприятных чувств и ощущений и когда что-то неприятное происходит с нами то мы начинаем с этими ощущениями с этими чувствами бороться мы прям с ними в жестком таком противодействии и какой есть минус минус заключается в том что у нас заканчивается энергии энергия во время борьбы также когда мы боремся с неприятными чувствами у нас повышается уровень тревожности и в конечном итоге в конечном итоге мы приходим к некой прокрастинации либо бездействию либо если хотите можете это назвать оцепенение то есть смотрите происходит какой-то факт у нас к этому факту есть какая-то эмоциональная реакция затем мы с этой эмоциональной реакции пытаемся бороться и затем мы получаем по сути бездействие есть другая схема то есть немножко другая стратегия которую вы можете начать практиковать в своей жизни происходит событие затем вы испытываете эмоции и вместо того чтобы с этими эмоциями бороться постарайтесь их принять и после того как вы их примете вы сможете начать действовать и у многих людей справедливый возникает вопрос а как же это принять а на самом деле все очень просто что-то произошло испытали эмоции допустим вы испытали эмоцию страх то вы когда поняли что вы испытали эмоцию страх начинаете с ней работать как это делается вы говорите да я сейчас действительно испытываю страх это действительно так дальше вы говорите испытывать страх это нормально потому что все люди испытывают страх уже проговорив эти фразы вы начинаете эту эмоцию принимать а после того как вы проговорили эти фразы вы начинаете чувствовать что страх становится меньше дальше вы можете задать себе вопрос как сейчас эта эмоция мне поможет решить мою задачу если вы получаете ответ действительно как эта эмоция помогает решить вам эту задачу то вы продолжаете испытывать эту эмоцию и переходить к решению но а если вы получаете ответ что никак то здесь у вас тоже развилка есть два варианта вы либо себе даете какое-то время для того чтобы эта эмоция прошла либо эмоция просто исчезает в силу вашего осознания что она контрпродуктивна то есть еще раз вместо борьбы с эмоцией когда вы ее пытаетесь задавить в себе переключиться так не работает нужно сказать себе действительно да я сейчас боюсь если да я сейчас злюсь дальше мы говорим себе что вообще-то испытывать страх или испытывать злость это нормально все люди это испытывают и после того как мы проговорили эти фразы мы задаем себе вопрос как я могу сейчас использовать эту эмоцию либо задаем себе вопрос как мне сейчас эта эмоция поможет и все и дальше мы приступаем к действиям также я прямо сейчас хочу вас познакомить с вашими автоматическими мыслями когда вы работаете со своей самооценкой да даже не когда вы работаете со своей самооценкой когда вы в принципе просто живете свою жизнь у вас есть автоматические мысли которые всегда возникают в каких-то ситуациях где вы подвергаете себя некой критики допустим вы что-то сделали и вас сразу идет какое-то какой-то словесный набор в отношении самого себя или самой себя допустим вы испачкали брюки свои сзади незаметно мелом или что-то в этом роде на вас все обращают внимание вам никто ничего не говорит вы вечером приходите домой видите что у вас есть испачканные брюки и вы начинаете себе говорить вот я растяпа весь день со меня все смеялись и эти мысли они происходят очень быстро очень быстро моментально и ваша задача стать ловцом этих мыслей когда вы эту мысль смогли у себя отфильтровать и словить лучше ее конечно записать и начать с этой мыслью работать начинайте когда вы эту мысль знаете когда вы ее записали вы можете себе сказать да действительно я сейчас себя автоматически назвал растяпы как бы я в подобных ситуациях мог бы начать себя называть теперь по-другому и здесь мы вспоминаем одну из техник отделяем поведение от личности ну кей можно сказать самому себе да действительно я целый день проходил смелым на брюках все вы описали свое поведение свои действия но из этого автоматически не исходит то что вы такой человек допустим растяпа вот и все отделяем снова же свои фильтруем автоматические мысли и тем самым наша самооценка исцеляется подведем небольшой итог этого видео мои хорошие если вы обратили внимание что во многих случаях наша самооценка она либо связана с некими нашими убеждениями либо она связана с нашими страхами и опасениями и что еще очень сильно вас продвинет что вы запомните одну очень важную мысль что испытывать чувство страха это не стыдно это нормально смотрите человек с завышенной самооценкой он считает что он не испытывает чувство страха либо он вообще на чувство страха ну как бы закрывает глаза человек с заниженной самооценкой он боится собственного страха то есть он испытывает страх но считает что это стыдно человек со здоровой самооценкой либо с адекватной самооценкой он понимает что испытывать чувство страха это нормально но он не поддается чувству этого страха он просто продолжает действовать спасибо вам за просмотр этого видео и теперь у вас под нашими видео появилась возможность отблагодарить меня за выпуск если вы считаете что этот выпуск вам оказался полезным по ссылке в описании вы увидите ссылка на благодарность вы можете выбрать уровень благодарности там всего три уровня если видео вам просто понравилось если она вам очень понравилось или если это видео изменило вашу жизнь вы можете оставить символическую сумму на развитие нашего канала но с вами был юрий пузыревский буду рад видеть ваши комментарии и увидимся в следующих видео